Закон о первом президенте Республики Казахстан, лидере нации. Он не может нести ответственность за действия, связанные с осуществлением своего статуса, за исключением случаев совершения государственной измены. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту Республики Казахстан, лидеру нации, и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Перед тем, как уйти в отпуск, депутаты парламента как-то тихо, быстро и незаметно для страны приняли новые поправки в Конституционный закон о первом президенте. Согласно новой редакции, фонд первого президента и принадлежащее ему имущество неприкосновенно. По официальной информации в список неприкасаемых вошли ТО АБК Астана, ТО Дирекция по управлению имуществом Фонд Инвест, ТО Дирекция по управлению недвижимостью, ТО Агентство Казахстан Тудаи и Дыр. Что это за дыр, населению неизвестно. О самих компаниях, кроме информационного агентства «Казахстан Тудаи», даже в интернете нет информации. Единственное, что удалось найти, это контактные данные. Пытаемся дозвониться. Ответительность. Номер 5, это дискорринг. Вы набрали неправильный номер. Пожалуйста, повторите набор снова. В такой обстановке сверхсекретности экспертам приходится строить догадки и предположения. Самый главный вопрос, который беспокоит, это обеспечение гарантии защиты собственности. То есть, учитывая то, что собственность в нашей республике у многих представителей элиты появилась довольно странным образом, всегда есть риск того, что при смене власти возникнут много вопросов у тех, кто придет. Бывший депутат парламента, а ныне руководитель оппозиционной партии Булатабилов, комментирует поправки прямо перед зданием фонда первого президента. Я, насколько знаю, в этих ТОшках, ООшках есть и телеканал КТК, есть телеканал Евразия. Зачем они первым президентом? Вот зачем? Просто вопрос. Какая-то другая собственность. Зачем? Для чего? А вдруг там неуплата налогов? А вдруг там какие-то нарушения? Вдруг там какие-то хищения? И кто будет отвечать? Первый президент будет отвечать за это? Или вот это здание огромное? Запрос в фонд остался без ответа. Все, что известно широкой зрительской массе, им руководит первая дочь первого президента, депутат Дорига Назарбаева. Символично, что в советском Казахстане здесь был заложен музей Ленина. А фонд Назарбаева основан в декабре 2000 года. Как написано на сайте фонда, помимо всего прочего, он содействует дальнейшей демократизации казахстанского общества. За чей счет построена вся эта красота, видимо, госсекрет. А теперь и подавно. Что характерно, ни один из действующих депутатов парламента принятие и назначение поправок не комментирует. На днях бывший зять главы Казахстана Рахат Алиф написал в фейсбук, зачем нужен фонд первого президента. Назарбаев срочно переоформляет конечных бенефициаров в офшорных компаниях на свой фонд первого президента. К истории вопроса. Закон о первом президенте был принят 13 лет назад в июле. Инициаторы, депутаты от гражданской партии. Спикером парламента того созыва был Жармахан Туякбай. Закон о первом президенте готовился в администрации президента. Абсолютно большинство депутатов проголосовало за принятие этого закона. Ну, тогда я был в команде президента. Разумеется, я в то время считал, что это необходимо. Уважаемые казахстанцы, торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики. Как стремительно проходил процесс становления нурбашизма, вспоминает и Булат Абилов. Буквально за несколько дней его быстро обсудили, принял, так сказать, нижняя палата, мажорист, сенат принял. И тут же буквально через два дня совместное заседание, 20 июля, по-моему, если память не изменяет, 2000 года приняли закон о первом президенте. Серик Болсен Абдилен – один из тех немногих, кто голосовал против этого закона. Сегодня, неспешно прогуливаясь перед зданием бывшего Верховного Совета, где была провозглашена независимость республики и принята первая демократическая конституция, бывший спикер говорит о роли этого парламента и его полномочиях. Никакие подобные законы, как сейчас принимает парламент, особенно в связи с просьбами президента, невозможно было даже ставить в повестку дня. Не прекратишь вот этот вопрос, мы тебе сейчас передадим огласки. Рассказывает еще один ветеран и политический тяжеловес того времени Газис Алдамжаров. В то время, если президент внес бы такой вопрос на повестку дня, он бы президентом бы не стал. Я знаю, те парламенты, те Верховные Советы, они эту идею никогда не поддержали. Я его считаю обыкновенным президентом. Придет второй президент, может быть, он больше сделает Казахстан. Тогда, что мы будем теперь отдельно принимать закон для второго президента, такого быть не может. Тем не менее, казахстанскому закону о первом президенте на земле нет аналогов. Он единственный и неповторимый, как его адресат. Принятие закона о лидеринации в том виде, в каком он есть, это отличается казахстанской ноу-хоу. То есть в других постсоветских странах такого закона не существует. Ну, в мире существуют разные модели, похожие на закон о лидерации. То есть многие президенты стран Латинской Америки, Африки, все называли похожим термином. Правда, никаких гарантий к гарантам Конституции и законности такие законы не дают. Подтверждено не единожды мировой практикой. Далеко заглядывать в историю и ходить за примерами не надо. Продолжение следует...